Вечером, 14 января 2024 года, воздушным силам ВСУ удалось провести уникальную операцию, во время которой уничтожили довольно редкие цели. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Их до этого момента у федералов было только 8 единиц, и воздушный командный пункт Ил-22, насчитывающихся не больше 11. И если А-50 упал, то Ил-22 по меньшей мере удалось подбить в районе Стрелкового, у побережья Азовского моря. Тогда же появилась информация, что экипаж самолета Ил-22 попросил экстренной посадки на аэродроме в Анапе, а также вызвал скорую и пожарных. Как свидетельствуют опубликованные фото, в результате удара самолет все же необратимо потерян, даже несмотря на посадку, хотя до этого он считался практически неуязвимой целью. Стоимость самолетов Ил-22 составляет около 30 миллионов долларов за единицу. По данным справочника Милитари Баланс-2022, в начале широкомасштабной войны с Украиной, в России было 12 самолетов Ил-22М и 10 Ил-22, старшей модификации. Командный пункт – одна из самых крупных воздушных целей, которую удалось уничтожить Украине во время полномасштабного вторжения. Однако за время полномасштабной войны, россияне потеряли уже по меньшей мере три таких самолета. Российская газета «Московский комсомолец» писала, что в октябре 2022 года, во время боевых действий, Ил-22 обстреляла украинское ПВО, и он получил повреждение. Самолет смог вернуться на базу, но о его дальнейшей судьбе ничего не известно. Однако не только ВСУ обстреливают самолеты ВКС РФ. В июне 2023 года, во время мятежа Пригожина, наемники уничтожили немало российской авиации. Среди пораженных целей также был Ил-22М. На одной фотографии обломков на земле сбитого самолета виден относительно целый фрагмент киля. Номер на нем 75917 принадлежит самолету Ил-22М11. Ил-22М11 – воздушный командный пункт на базе самолета радиоэлектронной разведки и борьбы, который оснащен самолетным узлом ретрансляции «Сокол». Этот самолет раньше видели на военных аэродромах Иваново-Северный, в районе города Иваново, а также Мигалово, в Твере. На аэродроме в Иваново расположена 2457 база боевого применения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, который мог бы принадлежать этот борт, поскольку там было проще обслуживать электронную аппаратуру такого самолета. У самолета, который уничтожили вагнеровцы, была очень непростая история. Сначала на нем летал король Афганистана, а после его свержения – президент республики. Впоследствии авиалайнер вернулся в СССР и был переоборудован в командный пункт. До 2009 года два таких самолета обеспечивали президента России и были в специальном авиационном отряде «Россия». Российские пропагандисты называли эти авиалайнеры самолетами «Звездных войн» и «Судного дня», потому что изначально их планировали использовать для управления войсками во время ядерной войны. Россия пыталась догнать американцев в США, где сама концепция воздушных командных пунктов достаточно развита. Советский Союз и Россия в этом существенно отставали. История Ил-22 началась еще в СССР в 1970-х годах. Для реализации идеи воздушного командного пункта рассматривали несколько самолетов, среди которых Ан-10, Ан-12 и Ил-18. Все они могли долго находиться в воздухе, но наконец-то выбрали гражданский авиалайнер Ил-18. На базе этого воздушного судна разработали и другие военные самолеты, такие как противолодочные Ил-38, разведчик Ил-20. Один такой самолет уничтожило ПВО в Сирии в 2018 году, и самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП. Ил-18 был очень надежным самолетом, а главное, до 1978 года их построили довольно много. В 1970-х годах этот тип планировали постепенно снимать с гражданских авиаперевозок, так что создать на его основе военный самолет было логично. При переоборудовании с авиалайнеров полностью удаляли пассажирский салон и устанавливали специальную аппаратуру. В случае с Ил-22М в самолете также обустраивали рабочее место для командного состава. Всего с 1970-х годов было выпущено или оборудовано около трех десятков Ил-22. Они постоянно модернизировались, и последняя программа, в рамках которой создавалась версия Ил-22 Лурт, самолет управления и ретрансляции, продолжается по сей день. Возвращаясь к собственной Ил-22М, необходимо отметить, что этот самолет часто называли аббревиатурой ВЗПУ – Воздушный защищенный пункт управления. Этот самолет считался недосягаемым для оперативно-тактических ракет. Очевидно, Украина нашла способ уничтожения таких воздушных судов. Советский антикварный борт является довольно габаритным и имеет характеристики, характерные для 70-х годов. Размах крыла почти 37,5 метра. Длина – под 36 метров. Максимальная скорость – 685 километров, в час – 4 двигателя. Дальность полета – до 6,5 тысяч километров. Экипаж одного Ил-22М – 5 человек. Речь идет о двух пилотах, штурмане-бомбардире, стрелке и радисте в носовой части фюзеляжа и стрелке и кормовой пушечной установке. Что касается возможностей самолета, то он способен проводить разведку воздушных, наземных и надводных целях. Заявлено, что он способен обнаруживать факелы баллистических ракет на расстоянии до 800 километров, а радиолокационная станция способна находить и сопровождать самолеты и крылатые ракеты на расстояниях до 700 километров. Также преимуществом воздушного командного пункта является то, что в отличие от наземных он менее уязвим, более гибок в применении и охватывает большую территорию, ведь самолет может длительное время находиться в воздухе, оперативно перемещаясь на значительные расстояния. Новый ВКП стал основным местом боевого управления. Командующий такой группировкой, разместив в ВКП группу боевого управления, может без помощи других управлять всеми силами распределенными в пространстве межвидовой группировки войск. На борту практически всегда находятся офицеры, руководящие боевыми действиями на фронте. Может выполнять задачи при трансляции радиосигнала, то есть работать как высотная антенна, связывая наземный КП с войсками. В ВСУ это делается через Старлинк. То есть офицеры ВСУ могут напрямую связываться через спутники, а это на поколение выше. У России же, даже на этих машинах, линии спутниковой связи нет. Обмен идет через борт самолета. В любом случае, потеря Ил-22М очень ощутима для российских войск, особенно в условиях блокады поставок радиоэлектронной техники. Плюс люди, на обучение и подготовку которых потрачено много времени и ресурсов. Квалифицированных российских пилотов и офицеры авиации считают элитой армии.